Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Samsung в этом году очень сильно удивил не только меня, но и вас. Galaxy A30 и Galaxy A50. А серию они делают уже давно. Отлично помню первый смартфон Galaxy Alpha и потом пошло-поехало. В прошлом году Samsung, ну и по-простому говоря, споткнулся на G-серии, которая, серия именно G, была не столь хороша, как A-серия всегда. Цены были завышены, но в этом году такое чувство, что как будто большой босс Samsung настучал своим сотрудникам по голове, либо кого-то разогнал, уволил и сказал, слушайте, что говорят люди. Смотрите на Samsung, смотрите на Xiaomi, смотрите даже там на Huawei, на Honor. Куда вы загинаете цены, что творится, что происходит. Моя реакция такая эмоциональная, просто я в этом ворюсь, я все это тестирую своими руками. И я понимаю, что в этом году впервые не флагманы Samsung смогли сделать относительно доступными по цене для многих людей, в которые включили все функции флагмана, как делает та же Xiaomi, например. Уж не буду сравнивать сейчас с другими брендами, но все-таки. Но судите сами, обычно цены я не говорю, потому что они могут меняться, но даже сейчас Galaxy A50 с широкоугольной камерой, со сканером в экране, с AMOLED-экраном, с модулем NFC, с 4000-амперной батарейкой стоит официальная цена на сайте Samsung 19,990. Поискать в интернете в своем городе, на том же Яндекс Маркете или других магазинах, в каких-то магазинах еще ниже. Это большой шаг вперед со стороны Samsung, начинается битва за наши с вами кошельки. Мне не проплатил Samsung, что я сейчас вам все это рассказываю реально, но я вижу вот этот телефон, я вижу, что он свежий, он приятный, у него большой AMOLED-экран, и я вижу, что за него просят нормальные деньги. Но давайте разбираться. Galaxy A30 и Galaxy A50 отличаются очень немногим. Основных отличий всего лишь два. Первое, это, конечно, процессор, о них чуть позже поговорим. Свой любимый папка расскажу, но я не буду придираться и в видео в дальнейшем постараюсь акцент на игры не делать. Просто для тех, кто не понимает, почему я так много рассказываю об игровых возможностях смартфона, все очень просто. Ребята, я уже делал такую аналогию, это как автомобиль. Покупаешь себе новый автомобиль, и ты, я уже рассказывал, но кто-то, может, не слышал, коротко, и ты его загрузил сумками, поехал на пикник, посадил с собой четырех человек, и ты едешь в небольшую гору, и уже твоя машина с трудом тянет, чихает двигатель, даже в современной новой машине. Понимаете, то же самое процессор, вроде тут все бегает, все хорошо работает, приложение открывается, YouTube, там, кому что нужно, Instagram, там, WhatsApp, и все работает, но чуть какая-то нагрузка спотыкается. Конечно, Galaxy A30 обладает процессором не то, что плохим, но с устаревшей графикой Mali-G71 двухъядерный. Об этом расскажу. В Antutu набирает порядка 100 тысяч, что не так много. Играть можно, но с трудом. Galaxy A50 меня смог удивить, если в тест Antutu, которому лично я не верю, но все равно использую, набирает порядка 140 тысяч баллов, но здесь уже более серьезный процессор, и даже можно ближе к высоким поиграть в тот же PUBG, запас будет. Но давайте об отличиях. Процессор, чуть позже покажу тест и все расскажу. Второе отличие это камеры. На самом деле по камерам они отличаются, ну и не скажу, что прям так сильно и глобально, просто у Galaxy A30 всего три камеры, две основных и одна фронтальная. У Galaxy A50 четыре камеры, три основных и одна фронтальная. Отмечу, что при том, что качество само именно как фотографии, что с A30, что A50 приблизительно на одном довольно-таки хорошем уровне. Конечно, это не флагманы, и в отличие от того же Galaxy Series S, ночью они снимают не так хорошо. Замылено, не очень красиво, но дневные снимки с этих обоих телефонов могут даже конкурировать со старшим братом Galaxy S10, как мои слова не удивят вас. Но, действительно, дневные снимки хорошие. Что касается качества видео, вот тут уже Galaxy A50 немножко вырывается вперед. На мой взгляд, картинка на именно Galaxy A50, видеозапись чуть лучше, чем на Galaxy A30. Но это не сильно заметно. Что касается фронтальных камер, то опять же я бы поставил приблизительно знак равенства, несмотря на то, что они разные по мегапикселям. Но все мы знаем, меняемые люди, что в основном, когда говорят, напирают на мегапиксели, чем их больше, тем лучше, это ложь. Можно иметь 8-мегапиксельную камеру, которая будет фотографировать лучше, чем втрое больше другого, например, производителя телефона. Но не будем об этом, возможно, один из выпусков этому посвящу. Что касается батарей, то тут очень все хорошо. 4000 мАч это то, что надо. Притом, AMOLED-экран здесь 6,4 дюйма, Full HD+, разрешение. Сверху, как мы видим, есть вырез под фронтальную камеру, но он очень легко скрывается. О нем не вспоминаешь за счет того, что здесь AMOLED-экран и черный цвет, когда не черный цвет, просто сверху остается черная полоска, мы ее не видим, если только совсем приглядываться. Поэтому можно сделать так, что вы не увидите этого выреза совсем. Я так и делаю. Просто перед обзором я опять поставил, чтобы вам показать фронтальную камеру. Так вот, батарейка 4000 мАч, это много, это хорошо. И телефон, единственное, единственное воспроизведение видео на максимальной яркости, всего оба телефона прокрутили 12 с небольшим часов. Тот же Galaxy S10 прокрутил порядка 18 часов, это очень много. Все-таки говорит о процессоре. Здесь не такой экономичный процессор, как в более дорогих телефонах, но все равно вам на день, на полтора, на два этого точно хватит. Батарейка выше, чем по рынку, среднее значение. 4000 и Samsung большие молодцы. Не лишили Samsung своих телефонов и разъема для наушников 3,5 мм, стандартный миниджек. Качество звука, мне показалось, Galaxy A30 звучит, как будто чуть более высокие частоты. Цыкают немножко, хочется эквалайзеров немножко их убавить, но слушать все равно приятно. Можно через хорошие наушники проводные. Galaxy A50 звучит чуть получше, и какой-то глобальной разницы с другими телефонами я не найду. Но если вы спросите, конечно, флагманский телефон звучать будет лучше. Но и здесь, если для вас это важно, в качестве MP3-плеера оба телефона будут вас радовать. По внешнему виду они достаточно похожи, то есть, как и говорил, сверху вырез под фронтальную камеру, сверху у нас дополнительные микрофоны. Сзади у Galaxy A30 сканер отпечатка пальцев, он, честно говоря, не очень удобный. До него чуть выше нужно тянуться, даже если у вас большие руки, чуть-чуть нужно как-то тянуться. И сама площадка маленькая. Galaxy A50, как в старших братьях своих, тут прямо в экране сканер отпечатка пальцев. Отмечу особо. Пленок на экране нет, мне кажется, по ощущениям, что срабатывает хуже, чем на Galaxy S10, или Galaxy S10+, или Galaxy S10e, на которой в ближайшее время будет обзор тоже. Но срабатывает хуже по времени, имею в виду. Требуется где-то секунда или даже полторы. Но срабатывает, ошибок нет. С правой стороны кнопка включения кнопки громкости. Снизу у нас разъем, разумеется, Type-C, разъем для наушников и динамик. Динамики обычные, нехорошие и неплохие. Звук достаточно громкий. С левой стороны у нас лоточки. По внешнему виду, наверное, все. Единственное, о чем я еще не рассказал, это пластиковые корпуса. Кто-то может скажет, фу, ребят, ну извините. Опять же, ценник, даже на старте продаж, повторюсь, цена очень адекватная, на мой личный взгляд. Так вот, пластик, но он не сильно напоминает пластик. Единственная проблема, это пачка. Единственная проблема, телефоны достаточно марки, пачкаются. Если вы эстет, то, конечно, либо озаботьтесь чехлами, либо постоянно протираете. Потому что отпечатки собирают достаточно сильно. Притом, неважно, какой цвет у вас. У меня два цвета, оба заляпываются. А вот с защитным стеклом полный порядок. Пусть это не новое поколение, но все-таки это Gorilla Glass. Третье поколение на обоих телефонах. Ну что, готовы тогда к тесту игр? Samsung Galaxy A30. Процессор собственного производства. Exynos 7904. 1.6 тактовая частота, максимальный ядер и графика Mali-G71 MP2. Два ядра. Не густо. И тот же PUBG Mobile лучше ставить настройки к балансу. И все равно нормально не поиграете. Графика именно Mali-G71 уже подустарела. Что касается Galaxy A50, то тут все получше. 96.10 и 2.3 ГГц, максимальная тактовая частота ядер, это хорошо. Mali-G72 тоже не новая графика. MP3, три ядра. Но здесь, как ни странно, в Galaxy A50 можно играть в тяжелые игры почти хорошо. Смартфон позволяет поставить высокие настройки. Но, конечно, чуда не произойдет. Тот же Snapdragon 800, даже 45, будет поинтереснее. Явно. Вспоминаем, опять же, про ценное устройство. Но на нем играть можно. Если и будут лаги, то не такие заметные. Если для игр важно, то, конечно, лучше брать Galaxy A50, чем Galaxy A30. Вот мой вам хороший совет. Что касается камер, то отличия все-таки есть. Еще раз отмечу, что широкоугольную съемку могут делать оба телефона. Мало того, при видеозаписи можно делать широкий формат, 21 на 9 практически, в этих обоих телефонах. И можно делать не только широкоугольную фотографию, но и широкоугольную видеозапись. Это меня очень сильно радует. И я полюбил эту функцию. Мне действительно она нравится. И мне нравится широкий угол, когда края сильно не искажаются. Нет эффекта рыбьего глаза. В этом плане я прям вот реально впечатлился. Что касается характеристик камер, то все просто. Galaxy A30 16 плюс 5 мегапикселей, фронталка 16. Качество видео в Full HD максимальное. Galaxy A50 25 плюс 8 мегапикселей и плюс 5. Фронтальная камера 25 мегапикселей. Но повторюсь, несмотря на то, что 16 или 5, качество фронтальной камеры приблизительно равно. Хорошее. Вывод по этим телефонам. Еще раз отмечаю. Samsung в этом году выкатил по вполне адекватным ценам. Учтите, еще раз напомню, я называю это официальные цены. И поищите, будет дешевле, когда будете этот обзор смотреть. Наверняка. Здесь есть и модуль NFC, и Super AMOLED экран. Galaxy A50 сканер прямо в экране. Здесь действительно полный порядок. По крайней мере старшей модели с процессором. Как ни странно, я ожидал значительно худших результатов и провалов, что касается тех же игр, например. Есть модуль NFC. Для многих это сейчас важно. Есть своя собственная переработанная оболочка. Он UI называется. Android 9. Ощущение от телефонов оставляет некую воздушность. Несмотря на то, что здесь пластиковые спинки, я понимаю, многим это может не понравиться. Еще раз скажу, они марковаты. Но держишь его в руках. Их вес, кстати, небольшой. 164-165 грамм, несмотря на большие батарейки. И держишь, как будто вот прям экран огромный. Рамочки небольшие. Снизу только подбородки, конечно, чуть больше, чем у того же флагмана. Но, опять же, упираемся в цену. Разница в три раза. С их же флагманом Galaxy S10. Поэтому, мне кажется, эти телефоны будут очень востребованы в 2019-м. Возможно, и в 2020-м году, скорее всего. И я прямо реально восхищаюсь Samsung. Повторюсь, это я историю, конечно, придумал. Как будто какой-то босс Samsung кого-то там наказал, наорал. Сказал, что вы творите, что за фигня. Дайте людям нормальные смартфоны. Цена, чтобы была не сильно высокая. Но чтобы все было как во флагманах. Пожалуйста. По крайней мере, Galaxy A50 очень близок к флагманам. Но обладает ценой как минимум в три раза ниже. На этом у меня все. Конечно же, оригиналы фотографий вы можете посмотреть по ссылке под этим видео. Разные и вообще совершенно разные. Пример видеозаписи тоже. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всегда много интересного. Счастливо. Счастливо.